Меня зовут Ахмад. Я, наверное, тот самый дагестанец, который живет в Украине. 70% дагестанцев такие, как я, которые ненавидят Россию, которые ждут деоккупации и ждут того, чтобы получить свою свободу и строить свою страну, свою независимую государство. Я являюсь президентом Конгресса народов Дагестана в Украине. Сейчас с нами, дагестанцами, сформирован дагестанский батальон. Я являюсь замкомандиром этого батальона. У нас разные задачи, разные позиции. То есть выполняем основную такую диверсионную работу. Мы свою липту вносим и внесем в победу Украине. Я отдал свою жизнь спорту. Я никогда не брал чужих учеников. Всегда треновал, вот с детства набирал детей и вел их. И как бы воспитывал из них чемпионов. И мне это удавалось. Мне очень везло всегда со спортсменами. Мне удалось воспитать 16 чемпионов мира в Европе. И я хотел бы отметить, что некоторые из них становились два, иногда некоторые три раза чемпионами Европы и мира. Ровно 6 лет, как я приехал в Украину. Я являюсь президентом всей Украинской Федерации Ка-1, который проводит отборочные чемпионаты страны. Формирует национальную сборную, проводит и готовит команду на чемпионате Европы и мира для того, чтобы наши парни, нашу Украину, нашу страну представляли. Дагестан удивительно красивое место. Море, горы, пустыни. У нас каньоны. Удивительная история, удивительного народа. Но, к сожалению, последние 150 лет мы в оккупации. Несколько столетий шла война с Россией. Россия пыталась захватить Дагестан. Ну, в принципе, и удалось. Покорить Дагестан, вырезать Дагестан. Очень много представителей моего народа находятся за границей. После того, как проиграл войну, кавказскую войну наш имам Шамиль, очень много людей покинуло Дагестан. Более яркий пример можно привести на великом черкесском народе. Это наши братья черкеси. Если в России проживает на своей исторической родине полтора миллиона черкесов, их в мире девять с половиной миллиона. То есть вы представляете, что Россия делала с нашими народами, во что она превратила наши земли, как она заселила их представителями своих народностей или представителями других народностей, оккупированных также Россией. И вот, к сожалению, мы сегодня без своей исторической родины, без исторической памяти, особенно люди, которые проживают на территории России. И об этом можно, наверное, говорить на примере того, что огромное количество представителей наших народов, в том числе моего народа Дагестана, в числе погибших, сгинувших, сгнивших на территории Украины, с отрубленными руками, ногами, головами, находятся здесь, съеденными собаками, остаются на территории Украины. Это люди, которые полностью, наверное, вычеркнули ее историческую память, убрали слово Дагестан, сделали раб, раб Москвы, раб Москаля, раб, я не знаю, Путина и всего остального. Поэтому, к сожалению, вот такая удивительная история, удивительная, как может психология человека измениться. И сегодня молодые люди, дагестанцы, я сейчас говорю о своих земляках, идут служить тем, кто убивает веками наших предков. Но это не говорит о том, что дагестанцы сдаются, дагестанцы сломлены, нет ни в коем случае. В Дагестане до сих пор идет война. Идет война самая настоящая, война с Россией. Есть такие силы сопротивления, которые воюют, которые уходят в леса и так далее. По количеству, вот Россия называет, контртеррористическая операция, КТО, ее называют. По количеству этих КТО, которые проходят на территории Северного Кавказа или в целом России, Дагестан занимает лидирующее место. Почему? Потому что наши ребята, ну, никто не сдастся, это в генах у нас сидит. Мы знаем хорошо, что убиты наши предки, наши там братья, наши сестры. Не то, что говорим, мы там за слишком старую историю, нет, мы сейчас говорим и современную историю Дагестана. Вот лично моего брата родного, 4 года, как мы не можем найти. Мы не знаем, живой он или нет, просто даже не знаем. Его задержал ФСБ, и вот до сих пор никаких вестей о нем. С 14-го года усилилась в России работа по уничтожению там более-менее видных национальных лидеров. Но мы же сегодня понимаем, что Россия готовилась к войне с Украиной. У нас посадили все правительство Республики Дагестан, министры все. У нас там великолепные министры были, во всяком случае, спорты. Там Шахабаскура, Магомед и Тиву унизили. У нас посадили все более-менее видных бизнесменов Республики Дагестан. Оставили только тех, кто будут работать на Кремль, на этот режим, на режим Путина. У нас посадили всех олимпийских чемпионов, спортсменов. То есть у нас никого не оставили. У нас не оставили даже такого маленького тренера, как я. Мы делали несколько раз предложение уехать из города, из страны. Я не подписался, я уже считал себя там где-то сильным, где-то вот самым. Грудь мог себя ударить и показать, что я там себя больше представляю. Но получилось так, что я вынужденно покинул свой дом. У меня очень много друзей в Украине, спортсменов. И как бы они пригласили меня тренировать сборную в Украине. Я думаю, полгода, годик, и я вернусь домой. Но я, скорее всего, уже, если вернусь, то только в Дагестан, который не в составе России. Вот, только такой вариант возможен. Как когда-то сказал великий имам Шамил, родную землю, захваченную врагом, не освободив мирным путем, за нее нужно бороться. Я живу здесь недалеко от зала, спортивного зала, жил в тот момент. И вот, помните, первые ракеты прилетели здесь на Лобановского? Вот в этот дом. Там жили мои ученики. Ярик и Саня. Саня Добрый и Ярик. Ярик 5 лет, маленький такой ребенок. И когда эти ракеты попали, мне стало страшно за этих пацанов. Я пришел туда сразу, я увидел, что там происходит, какая ситуация. Они жили именно на этом этаже, но с противоположным. Их, слава Господу, их не задело. Но для меня это уже было все. Решение, что уже обратной дороги нет, и надо идти. Сразу взял оружие в руки, сформировал свою команду. Всем привет. Доброе утро, мы из Украины, нужно говорить, пацаны. Ну что я такой? Воронки, из Украины. Во! Я не стал уезжать, не стал убегать, хотя очень много... Я не гражданин Украины по сей день, да? Я гражданин России. И очень много не граждан Украины покинули Украину. Очень много. Они живут сейчас в Европе, в разных странах. И меня приглашали, и мне говорили, что ты там делаешь, уезжай, это не твоя война, и все остальное. Но я тоже знаю, что это моя война. Это моя война, которая имеет историю несколько столетий. И как бы... А это вот такой катализатор получился. Ярик, Саня, там мои ученики, здесь они живут, и это мой зал. Потом все равно же мне с ними видеться в этой жизни, да? Все равно же мне с ними разговаривать, с этими детьми. Они же тоже мне могут сказать, тренер, так вы же говорили, что вы патриот, что нужно быть воином, бойцом, чемпионом, отстаивать свою семью, свою родину, свою страну. Я же им не объясню, что я не гражданин Украины, на самом деле я этот... Я, короче, этот... Гражданин другой страны, мне надо тикать отсюда. Но я этого не смог сказать. Ну, не смог бы и сказать, и как бы и не сказал бы никогда в жизни. Поэтому вот схватил оружие, и после того, как эти русские оккупационные войска были отброшены отсюда, из-под Киева, командир батальона спрашивает, задает вопрос, типа, что будем дальше делать? Ну, а мы взяли карту, а где бои идут? А бои, самые большие бои шли на тот момент в Лисичанске, в Северодонецке, и мы все вместе взяли и поехали туда. Я был доволен тем, что я нахожу Стамо. Вот так мы воюем. Вот в лёжке снайперской наш брат Ахмат настроил новостью. Снайперку. Мы дагестанцы знаем больше, чем кто-либо, что такое Россия, её нутро. Мы понимаем, к чему она может привести. Я говорю, я просто призвал всех мусульман, Украины, проживающих на территории Украины, стать в строй, сказать, что мы одна, единая целая, мусульманская ума Украины, что мы одно единое целый организм, что мы все вместе будем защищать ту страну, в которой мы находимся, в которой мы проживаем. И мы в замене, ещё раз повторюсь, ничего не ждём. Не гражданство от этой страны, мы не ждём, чтобы украинцы вместе с вами пойдут освобождать нашу территорию. Но мы знаем, что среди украинцев огромное количество воинов, героев. Мы знаем по имёнам многих украинцев, которые являются героями нашей войны, Чеченской войны. Я знаю, что когда-то вместе со мной в Дагестан вернутся многие украинцы, поедут много украинцев. Ахмат, скажи пару слов. Я хочу сказать, что мне очень повезло с напарником. Знаете почему? В первую очередь, потому что это Степан Бандера. Война отняла у нас лучших бойцов, нашей федерации, нашей страны. Есть погибшие герои у нас, среди наших чемпионов. У нас огромное количество ребят наших достойных воинов, боюют и защищают целостность нашей страны. Сегодня Украина защищает свой народ, свою землю, свой дом, свою честь. И дагестанцы это понимают как никто другой. Мы не боимся Путина, что мы готовы отстаивать себя, свои семьи, своих детей. Наши женщины вышли на протесты. Наши мужчины, наших ребят, вы видели, как их ломали, как их взламывали, там на одного по десять полицейских нападают. Дагестан это, наверное, не та территория, которую можно покорить. Дагестан, наверное, очень сложно будет русским. Допустим, есть в Чеченской республике, где одна национальность, и там поставили местного наместника, допустим, в виде кодирова. Легко управлять, потому что достучаться можно до каждого. В Дагестане у нас более 30 национальностей республики. Контроль, как таково, очень сложно установить. И каждый народ, это такой же народ, допустим, аварти, лакти, даргинти, лизгинь, никто друг от друга не отличается. Ментальность одна. Свобода, свобода, свобода и независимость. Россия умудрилась через свою пропаганду показать, что мы террористы, убийцы и все остальное. Нет, ребята, мы на самом деле не такие. Если мы возьмем оружие, мы знаем, для чего мы ее берем. Мы собираем столько защищать себя, свои земли, свою семью, свою территорию. Но ни в коем случае мы не будем жить так, как нам навязывает Москва. Поэтому мы вернемся домой. Я, наверное, посвящаю этому свою жизнь, на то, чтобы вернуться на Кавказ, в том, чтобы эту территорию освободить от врага, от оккупации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok